Добрый день, дорогие друзья! Лимфатическая система очень малоизученная. Сегодня я расскажу, что надо знать о лимфатической системе сначала. Потом мы поговорим о том, как её планомерно можно очищать. Начинается лимфатическая система в межклеточном пространстве. В школах нас учили, просто не объясняли так подробно, а говорили примитивно. Кровь даёт кислород питательного вещества, забирает углекислый газ и продукты распада, обмена веществ. На самом деле продукты обмена веществ в основном забирают всё-таки как раз лимфатическая система. И вот она берёт в лимфатических таких капиллярах начало, микроскопических сосудах и из межклеточного пространства выносят как раз продукты распада клеток и многие другие токсичные вещества. Потом они делятся на более крупные, разветвляются, вернее, и впадают уже в лимфатические сосуды фактически. А вот лимфатические сосуды как раз по ним, это уже более крупные системные образования и соединения лимфатической ткани, по которым вот эти яды токсидные, продукты распада межклеточного, всего вот этого болота, так сказать, с продуктами распада, они идут к лимфатическим узлам и так далее. Но давайте разберёмся чуть подробнее с этим. Лимфатические сосуды бывают трёх типов. Они бывают собирающие, магистральные и обводящие. Ну вот собирающие – это как раз то, что из всех клеток, из всех групп тканей, органов собираются яды вот как раз самых маленьких капилляров и идут уже в более крупные сосуды. Ну а что такое магистральные? Это те сосуды лимфатические, которые идут и собирают, скажем, вот эту вот канализацию из… А ведь лимфатическая система – это и есть канализационная система организма, если можно так выразиться. Во-первых, из нервных тканей, из суставов, из костной системы. И это называются такие магистральные сосуды глубинными, глубокими. Ну а поверхностные магистральные сосуды – это из-под кожи, кожное пространство. Поэтому через кожу, как говорят, тоже выводят с яды токсин. Но обводящие – это как раз те сосуды, которые из крупных лимфатических и средних узлов берут своё начало. Ну дальше, после уже сосудов, идут лимфатические узлы. Это барьеры, это фильтры фактически. Вот что это такое на пути попадания в организм, которые стоят на пути попадания в вышестоящие ткани инфекции. То есть они как раз через них инфекции не проходят. И потом, когда мы говорим про какие-то ангины, например, после которых, как правило, особенно после серьёзных гнойных ангин, начинаются… Ну скажем, если не сразу, то через долгие годы могут быть осложнения в виде проблем с сердечной мышцей, то, собственно говоря, вот как раз тут речь идёт про инфекции сначала, инфекционные поражения с тафилокопком, с трептококком. Как раз крупные лимфоузлы, постоянно воспалённые, подчелюстные и прочие – это вот как раз барьеры. А барьеры, их очень много. И самые главные барьеры где стоят? На пути в головной мозг. Потому что в головном мозге, ну, по сути, лимфатических сосудов и, конечно, узлов нет, там есть так называемый ликвор. То есть это лимфатические озёра. Вот. И продукты обменные там, собираясь, должны спокойно по сосудам уже идти ниже и ниже, то есть через шею. Вот мы как раз об этом сейчас поговорим. То есть после узлов идут так называемые лимфатические стволы. А что это такое? Ну вот как раз они есть, ереумные так называемые, это подчелюстные и область шеи. Потом есть подключичные, есть среднестенные, поясничные. Это как раз нижние конечности брюшины и так далее. Органы таза оттуда. Ну и кишечный ствол, который, соответственно, переходит в грудинный. Грудинный самый крупный, и он до 30-40 см может быть. И, как говорится, главное собирающее пространство. Вот почему правильно говорит Марва Гершаковина Аганян о том, что очищение организма должно быть с кишечника. Но мы там сейчас ещё поговорим. Но когда женщина кормит грудью, крайне важно, чтобы организм был очищен. Ребёнок высасывает, чистит тем самым, конечно, женщину. То есть это называется, высасывая через молоко и в том числе гной, по сути своей. Поэтому женщины, вот, например, которые родили трёх, четырёх, пяти детей и больше, в той же пропорции, чем больше, тем меньше вероятность рака груди, как минимум. А это факт, и это связано именно вот с этим. То есть лимфатическая система, ещё раз, это канализация нашего организма, ну а мы должны её, соответственно, очищать. Желательно потом не загрязнять. Как не загрязнять, это чуть позже, а пока. Какие органы лимфатической системы, собственно, есть? Ну, во-первых, это тимус, вилочковая железа как раз, потому что там идёт обучение лимфоцитов Т, ибо лимфоцитов образуется как раз там тимозин, фактор роста и прочее. Ну, естественно, это ещё у нас селезёнка. Она, во-первых, разбирает и аккумулирует как бы эритроциты, красные кровяные тельца, как инкубатор крови, говорят, да? У неё много других свойств. Естественно, иммунная система, как и иммунный фактор, это красный костный мозг, вот в этих трубчатых костях и синтезируются иммунные клетки организма. Потом они обучаются в разных органах, в том числе вот в тимусе и так далее. Ну, хорошо, то есть это как бы в общих чертах. Ещё раз напомню, что загружать не буду, а подробно это всё есть у меня в лекции по водопочке лимфоцитов, вот такая длинная лекция. Будет интересно, посмотрите. Теперь давайте тогда поговорим вот о чём. Как, собственно говоря, идёт очищение организма? Через что? Каким образом? Ну, и здесь, конечно, в первую очередь мы говорим о ротовой полости, то есть не потому, что самое большое идёт очищение там, просто потому, что, говоря вообще о пищеварительной системе, она начинается как раз с ротовой полости. Как очищать лимфатическую систему? Первое, что на пути, это слюнные железы, через которые в том числе могут выйти продукты распада. Есть очень хороший метод, прекрасный. Вы берёте масло просто, ну, подсолнечное обычное масло, и наливаете в рот, ну, сколько возможно, там не надо слишком много, ну и немало, и болтаете языком. Это надо делать утром до всякой еды, вот прям проснулись, в туалет сходили, что называется, до чистки зуб, потом почистите как раз. Берёте, делаете эту процедуру, минут 10-15 забиваете языком масло, ну, оно должно выйти прям белое станет потом. Проглотить ни в коем случае в этот момент нельзя. Противно или слюны набрались непривычки первые разы, ну, выплюните в раковину, а потом опять налейте, и чтобы 10 минут хотя бы точно болтать. Потом это уже выплюнули, вот должно быть масло белое, после чего вы прополощите полость рта, ну, и зубы почистите зубной пастой или порошком. Вот, собственно говоря, что надо сделать, потому что через слюну как раз у нас выходят яды, да. А таким образом вы будете как бы улучшать этот процесс, ну, в раз в 10. И, соответственно, уже вы поможете, вот, так сказать, держать в здоровом состоянии головной мозг, а также очищать миндалины, гланды, подчелюстные лимфоузлы. То есть, вот, собственно, вот это вот для этого и нужно. Ну, а если мы говорим о комплексном подходе, то как раз тут вот нужно сказать и по остальным местам, где происходит выброс из организма через вот лимфатическую систему, посредством, вернее, лимфатической системы, выброс вот этих ядов, эндогенных токсинов и так далее из организма. Во-первых, конечно, это, я сказал, слюны. Во-вторых, это кишечник. Мы говорим, конечно, о толстом кишечнике, где формируется уже, потом выводится дальше следующий отдел ЖКТ. Коловой массы туда же, в складке толстого кишечника, выходят лимфатические такие сосочки. То есть, они вот в складке. Ну, если кишечник грязный, забит коловыми камнями, проросными целями грибов, там, кандиды той же, да, системный кандидоз, у кого там колония, основная часть её, ну, и слизь, то, конечно, этот процесс происходит либо слабо, либо почти никак. А это значит, что происходит накопление ядов токсинов в организме, они идут выше уже, как раз перемещаются ближе к лёгким, так сказать, попытки вывести хоть куда-то. Кишечник можно очищать, в принципе, это магнезия, кружка и осморхом потом, да, то есть вот эта методика. Наверняка вы её знаете. Ну, у меня даже она, я так скажу, на всякий случай, дана подробно в лекции пищеварения очищения. Вот она так называется, где-то в конце там это рассказано. Как раскачать лимфатическую систему, и как она вообще функционирует. А это очень важно сказать. У кровеносной системы есть сердце, насос, который её качает. Тут всё понятно, и нужно держать сердце в тонусе, так сказать, и здоровыми сосудами, чистыми. Всё ясно, как бы, вроде бы. А вот лимфатическое там сложнее. У неё нет своего сердца, своего насоса. Может, когда-то и было, но нет. За счёт чего сокращается, за счёт чего передвигается лимфа, а за счёт мышечных сокращений. Вот тут очень важно понимать, что если человек ведёт сидячий образ жизни, если у него повышенный вес, он ноги-то, руки даже наклониться не может, не сгибает, это беда для лимфатической системы. Потом удивляются, почему слоновьи ноги, например. Ну, есть такая болезнь, это лимфатическая проблема с лимфой. Ну, там, конечно, могут быть и с почками тоже проблемы, но с лимфой – это застой лимфы, потому что не движется она по сосудам, забиты лимфоузлы, там могут быть инфекции. А обратная сторона, знаете, какая? Вот говорят, что же, вот спортсмены едят и мясо, и всё подряд, а он здоровый. А вот потому, дорогие друзья, что они здоровые, пока они активно занимаются спортом, то есть нагрузкой на все группы мышц. Ну, тогда, естественно, идёт раскачка и кровеносная, и лимфатическая система. Мышцы, двигаясь, сжимаясь, сокращаясь, толкают, проталкивают лимфу. И даже если ядов токсинов в организм им больше приходит, то у них и выделение их лучше и чётче идёт, и быстрее. Но, соответственно, пока занимаются – да. Но привычки свои люди, как правило, оставляют. И когда спортсмены перестают силу, ну, какого-то внутреннего сигнала, что хватит, мол, заниматься, тогда начинаются проблемы. Они опухают, жир нарастает, различные подбородки, одышка. Ну, всё то, что мы видим с больными людьми со всеми. И быстрее сгорают, чем те, кто вёл хоть какую-то такую серединку на половинку жизни. То есть, да, потом они быстренько угасают. Но есть те люди, которые всю жизнь тренируются, держат себя в тонусе. Там уже кому как повезёт. Кто-то умирает от инфарктов, инсультов, вроде бы здоровый, хотя это не застрахован человек при неправильном питании от того же атеросклероза. Значит, мы говорим о движении. Поэтому гимнастика, бег. Вот, кстати, бег прекрасно ускоряет, разгоняет лимфу, как, собственно, и кровь. До сих пор врачи не знают, что такое лимфатическая система. Часто путают с кровеносной. Вот если вы, знаете, так кожу сдерёте чуть-чуть, но кровь не пойдёт, но будет жидкость выделяться такая вот прозрачная бывает. Это и есть лимфа. То есть, лимфы в три раза больше, чем крови, понимаете, в организме человека. И про лимфу мало кто знает. Поэтому, дорогие друзья, даже массажистам надо знать, что массаж должен быть полный, как комплексный, начинаться с кончиков пальцев ног. И вверх, вверх, вверх. Лимфа движется в одном направлении, из межклеточного пространства в сторону крупных сосудов лимфатических, о чём я говорил. Поэтому правильно массировать только так, снизу вверх. И ни в коем случае не сверху вниз. Это надо понимать. Ну, плюс, пережимать и сильно давить на лимфатические узлы категорически нельзя. Повреждения чреваты последствиями очень серьёзными. Без физической нагрузки, понятное дело, особенно при неправильном питании, человек быстро жиреет, потому что жир – это не что иное, как отложенная энергия, которая не может потратиться организмом или запастись в виде гликогена, животного крахмала, который в основном в печени, ну и в мышцах тоже запасается, когда энергии слишком много, глюкозы той же, фруктозы, и организму столько в данный момент времени не нужно. Но если уже запас перегружен, то это идёт просто отложение жира. Но жир – это не просто запас энергии, это ещё и запас яда в токсинах. Так вот, лимфатическая система откладывает продукты, метаболизм организма не только в любых полостях организма, а ведь гной, кстати, любой гной организма – это что такое? Это когда иммунные клетки, как раз клетки лимфатической системы в том числе, а они борются с какими-то чужеродными агентами, попавшими к нам в организм, будь то вирусы, грибки или белок, ну, то есть любой белок, чужеродный только, конечно, не наш родной, ведь с нашими клетками иммунная система не борется, когда человек здоров. Если есть такие заболевания, как автоиммунные заболевания, это муковис, садоз, болезнь крона, сахарный диабет первый тип, ревматоидный артрит и прочее, то тогда как раз наши же родные клетки иммунные борются, как короткое замыкание происходит, именно с клетками теми или иными группами. Ну, например, вот как это происходит при сахарном диабете первый тип, когда уничтожаются островки лангерганца, клетки, которые в бета-клетке вырабатывающие инсулин, вот как раз наши родные иммунные клетки уничтожают, переключаются на эту группу тканей. Но это исключение. А так иммунная система воспринимает любой чужеродный белок, который вне организма образовался, как чужеродный агент. Если такой белок пройдёт, наши отделы ЖКТ в тонком кишечнике всосётся в кровь в цельном виде, не переваренном, любой белок, вирус, грибок, бактерия или съеденный куриные ножки белок или молочного белка казеин, пожалуйста, неважно, вот цельный, не переваренный, а такое бывает всегда. Если человек ест высокомолекулярные белки, то тогда возникает реакция антигена-антитела, и в результате этой реакции происходит отложение, то есть частично ядотоксина, вот это гнойный, трупный яд, кадаверин, патрицина, они выводятся из организма, но не все, и часть их откладывается в разных полостях. Нижние доли лёгких, как раз толстый кишечник в виде дегидрированных каловых камней, в виде таких консерватов, это тип пенцитозных пузырьков, таких вот по форме, в каждой клеточке даже организма, когда уж совсем загажено межклеточное пространство, как болото. Ну а если как болото, и лимфа не движется, или движется слабо, то всегда в стоячем болоте развиваются инфекции. Вот тогда возникают и грибковые, в том числе, поражения. Они усугубляют, и так плохую уже работу лимфатической системы, возникают серьёзные проблемы и болезни, вплоть до онкологии. Значит, вот почему, кстати, ещё один момент, нельзя пищу, если уж кто-то что-то там жарит, варит. Некоторые в холодильнике, когда у кого-то даже на плите стоит сутки, а в холодильнике 2-3 дня, это категорически делать нельзя. Та патогенная микрофлора, которая там размножается, является в том числе как раз токсичной для, в том числе, лимфатической системы, хотя для всего организма в целом. И пищу уж если кто-то готовит, то есть жарит, варит, съедать надо сразу. И ни в коем случае на завтра ничего не оставляй. Кроме специфической, какой-то ферментированной. Но это уже другие процессы, это другое совершенно. К сожалению, врачи вообще плохо понимают и строение, и функционирование, потому что вот эти барьеры инфекционные, ведь это же, вот понимаете, вот гланды удаляют, удаляют аденоиды. А это категорически делать нельзя, потому что это барьеры защитные. Куда? Это последние защитные барьеры на пути попадания инфекции, куда? В мозг головной. Ну это, соответственно, просто безумие. Поэтому любые проблемы можно ликвидировать, надо только знать как. Ну хорошо. А вот какие ещё у нас органы выделения? Конечно, у женщин влагалищ, у ретро, у мужчин, потому что вот как раз из половых органов выводятся инфекции, ну продукты борьбы с инфекциями, скажем, вот как раз там. Поэтому любые выделения, показания тому, что что-то не так, и есть инфекция. И организм с ней борется. Поборет, не поборет, неизвестно, а может перейти в хроническую форму, что, конечно, плохо. Так, ну потовые железы и пот. Вот тут-то как раз очень важный момент. Я уже про пот касался сегодня, то есть вот под кожей вы знаете, какая теперь густая сеть лимфатических капилляров, микрососудов. Что такое кожа? Это вторые почки. И правильно, потому что кожа выводит большое количество токсичных веществ из организма. Поэтому потеть важно, нужно, поэтому нужно в баню ходить в идеале. Это очень хорошее очищение кожи, а значит, всего организма. Нельзя никакими дезодорантами пользоваться. Потому что особенно те из них, которые препятствуют, эти лечо создавали, для того, чтобы, ну не только, чтобы не пахло, а чтобы не выделялся пот. А если потовые железы закупориваются, то эти яды, которые должны были выйти, они остаются внутри, отравляя нас. И отравляя кровь, а значит, отравляя почки, ну и печень, конечно же. Это очень страшное дело. Поэтому надо потеть физической работой, поэтому надо заниматься. Бег, поэтому прекрасное дело. Человек и потеет. И главное, ведь лимфатическая система не только тогда работает, когда мышечные сокращения в плане конечностей мышцы, пальцев, рук, ног, а крупный, вот этим самым сердцем, можно сказать, ствол лимфатический, про который я говорил, ну где самое большое сосредоточение лимфы, а диафрагма, когда мы дышим. И поэтому дыхательные гимнастики очень и очень полезны. Понимаете? Вот как раз это тоже такой момент. Миндальный, кстати, самый сильный барьер на пути непопадания инфекции в головной мозг. Вот миндалины беречь надо, как зениц ока. У некоторых постоянно образуются в миндальных белые гнойники. Это значит, что процессы вяло текущие идут всё время. Это, как правило, как раз трептококистофилокоти, то есть это бактериальные поражения. Ну вот поэтому всякие ларингиты, фарингиты и прочее, это как раз показатель постоянных вот этих инфекционных состояний. А ангины, как известно, дают серьёзные осложнения, поэтому гнойные ангины, если есть всё, надо долечивать по полной программе. Ну а гной что такое? Любой. А это борьба как раз иммунных клеток с какими-то вот этими белками, чужеродными агентами. Ещё поражаются порой и часто суставы. А суставы как раз поражаются вследствие воспалительных процессов в лимфоузлах. Как я уже сказал, даже защитные барьеры. Так что вот это вот нужно тоже учесть. Кстати, очень хорошие ванны. Ванны солевые, содовые можно делать. Это прекрасно. Ванны с так называемыми вот этими спокапсулами. Я надеюсь, вы смотрели, что такое водородная вода, свойства водорода и спокапсулы, которые у нас есть. Ну, в общем, посмотрите у меня всё, что касается приборов по воде, по созданию физико-химических, правильных, нужных для организма свойств воды. У меня на моём канале в Ютубе есть отдельный раздел «Приборы жизни». Или на моём блоге «Юфролов.блог». Там левая колонка «Приборы жизни». Вот там можете всё это тоже посмотреть. Кстати, средство есть очень хорошее, которое можно по утрам применять. Это мешается лимонный сок пополам с хреном тёртым. Ну, кому много пополам, изначально это можно меньше, конечно, можно там три четверти лимонного сока и одну четверть хрена тёртого. И это выпивается. Кому будет это трудно утром на тощий желудок, так сказать, то можно сначала масло немного того же кокосового или что-то желеобразное типа фукуса, потому что я часто рекомендую потреблять людям именно фукус, он в гелеобразной форме у нас. Фукус же – это поставщик всех-всех микро- и макроэлементов, причём хилатной, органической, ионной форме. Это почти единственный вариант для современного человека, который просто и быстро может напитать организм всеми недостающими жизненно важными микро- и макроэлементами. Тогда уже, как говорится, желудок и кишечник обволакиваются, спокойно это можно принять, хотя можно и натощак, просто пробуйте индивидуально. А потом у кого-то слюни, слёзы – очень хорошо. И потом, после этого выпейте стаканчик в течение минут 22 так вот тёплой воды и бегом. Ну, кто бегать может? И бегом. И, значит, вот у вас и пот, и он такой едкий будет, такой токсичный выходить, потому что лимфатическая система будет лучше и лучше ощущаться. Это же прекрасное для этого средство. Ну, я уж не говорю про определённые травы и корень солодки и прочие дренажные лимфоочищающие травы. Но вот это средство утром, то, что я сказал, хорошо. Также вообще лук, чеснок, хрен – это прекрасное средство, как антимикробные, которые тоже, кстати, влияют на патогенную микрофлору, в том числе на бактериальные поражения, инфекции различные, вирусные укрепляют иммунитет, а они-то очень хороши. Что я скажу ещё? Ну, вот единственное про грейпфрутовый сок, наверное, да, потому что он является самым лучшим из соков, который лимфатическую систему как бы заставляет лучше двигаться. Кстати, насчёт разжижения. Имейте в виду и кровь, и лимфа, чтобы не застаивалось, как главное средство, а это же жидкость, а что значит жидкость? То есть основа – вода, но вода имеет физико-химические свойства, не так ли? Поэтому главное физико-химическое свойство, здесь в данном случае, говоря о текучести, о том, чтобы лучше двигалось, это коэффициент повёртного натяжения, про который я как раз в лекции о воде, у меня ещё есть такая четырёхчасовая, очень подробно рассказываю. Но я рассказываю об этом и в своих лекциях по приборам кратко, поэтому можете, кому жалко время, посмотреть обязательно вот то, что я говорю. Ну, поэтому, имея прибор какой-нибудь типа персонального генератора водорода и свободных электронов, мы, потребляя такую воду, в разы делаем нашу кровь, лимфу более, ну не то, что более жидкой, в разы, более текучей, вот так правильно сказать. И тогда до каждой клеточки организма и наоборот, с каждой клеточки организма через уже не застойное, а более такое как бы движущееся межклеточное пространство легче яда, токсина выходит. А представьте, вы пьёте, вот сделали вот этот лимонный сок с хреном, выпили, хотите побежать, выпили два стакана, ну необычной, не пойми какой воды, пусть она хорошая, из бутылок, там из скважины очищенной, дистиллированной, это тоже подойдёт в крайнем случае, но лучше водородной воды. Вот тогда очищение будет в разы эффективнее и лучше. А энергии больше, и вы легче пробежите. Во-первых, кстати, люди замечают, что бегают легче и лучше, потому что энергии-то больше, во-первых, за счёт непосредственно энергии свободных электронов, во-вторых, за счёт того, что водород, попадая в организм, вот эти молекулы водорода, как бы дают возможности с большим КПД использовать тот кислород для клеточного дыхания, который присутствует в организме. И поэтому у кого какие-то гипоксии, проблемы с усвоением кислорода в тканях, излишний вес прочь, как раз, тем более жизненно необходима такая водородная вода. Очень вам рекомендую посмотреть эти видео. И многие люди, между прочим, спасли просто жизнь, себе, своим родственникам, потребляя такую воду, потому что кровь разжижается, она не такая густая. Ночью в основном происходят инсульты, инфаркты, по причине как раз того, что кровь густеет на ночь. Но обычно человек вечером ест, и, естественно, кровь густеет. Для того, чтобы питательные вещества растворить, перенести, утилизировать, нужна вода. А вода должна быть растворителем. А чтобы вода была растворителем, между молекулами воды, во-первых, ничего не должно быть растворено, то есть чай, морс, компот – это вообще не растворитель. А во-вторых, вода должна быть активной, то есть, соответственно, измеряется это в коэффициенте поверхностного натяжения. В диннах на квадратный сантиметр. Вот оптимальная 40 диннах на квадратный сантиметр. Пьём же мы воду из-под крана из бутылок 80. Это не в два раза, это раз в 20-30. Менее активная вода. Теперь, значит, дальше. Кишечник. Ну, поскольку через кишечник идёт основное возможное очищение, то очень хороши любые очистительные мероприятия. Но я вам хочу, дорогие друзья, сказать, вы меня наверняка спросите про лечебное голодание. Я вам скажу, что лечебное голодание – это прекрасно, но сухое голодание только исключительно я лично рекомендую после того, как человек прошёл первое – антипаразитарную программу, второе – пробуют программу сначала 5-7-дневную, а потом уже 20-1-дневную, например, по огонян, предположим, или по океру, кто как хочет. А вот голодание на воде, разумеется, или на соках. А потом, уже только потом, если всё в порядке, хорошо, реакции правильные, вот тогда сухое, да, и тогда это будет действительно хороший эффект. Но только не сразу, потом напитайте организм, дайте ему энергии, питательных веществ, перейдите на адекватный питание, очень легко после голодания любому человеку, он даже до этого не подозревает об этом. Злостный любой мясоед, который жить не может там 3 раза, 4 раза в день не поесть мясо, если он перейдёт в голод, первый день тяжело, второй ещё бывает, а потом уже легко. И вот потом, после этого, человек почувствовал совершенно другое, что он в жизни никогда не чувствовал лёгкость, свежесть, энергию, так сказать, лёгкость на подъём. Ему не хочется уже потом эту еду сразу, потом будут психологические моменты, но это потом, а сначала он переходит на более жидкие, на зелёные там всякие прочие коктейли, смузи, а потом постепенно можно перевестись на более такую твёрдую пищу, фрукты, овощи, зелень, пожалуйста, да, ну вот таким вот образом. Да, ну про очищение по морюцу вы слышали, тут больше речь идёт про очищение печени, хотя на самом деле здесь и очищение кишечника, конечно, хорошее, а вот морица в этой связи тоже исключительно рекомендую, только после прохождения антипаразитарной программы и вообще голодать долго, не 2-3 дня, это можно как хотите, а там 20 дней. Если есть паразиты, бывает жизненно даже опасно. Особенно, ну представьте, паразиты в печени, например, аписторхи или там лямблии, хотя это не паразиты, а паразитарные простейшие организмы, протозоидные, но одноклетчины. Тем не менее, они очень большую опасность представляют при голодании, потому что будут все соки из вас высасывать, а аписторхи так просто питаются клетками печени, поэтому сначала антипаразитарка, как, у меня есть подробно, я уже говорил про это сто раз, но есть методики, сразу не надо говорить про травы, запомните, травы, любые препараты, которые вы назовёте, они могут убрать только тех паразитов, которые в данный момент времени в кишечнике находятся, а если они в тканях, в виде цист, а если они в виде личинок, то это уже не поможет, есть только вот вещества хиномоноза, в лисичках оно содержится, которые можно действительно применять. Есть препараты с концентрированным веществом хиномоноза, у нас они тоже продаются, вы можете на сайте надгард.ру перейти и спокойно препараты там приобрести себе, все грибные препараты и прочее. Подробно методика дана, если вы вдруг её не знаете, в мини-инфопродукте номер 14 у меня на моём сайте юфролов.блог всегда в разделе горизонтальной строке инфопродукты под раздел мини-инфопродукты, мини-инфопродукт номер 14 можете приобрести, там досконально дана эта методика. Единственное, что там не дано, потому что в то время, когда я её писал продукт, не было этого препарата ещё выпущено. Брать свечи лисичкой ректально на ночь, раз в три дня вставлять свечу лисичкой на ночь прям. Таким образом, 10 свечей – это 30 дней как раз в месячный полный курс очистки от паразита. Вот после этого вы можете спокойно переходить на лёгкое голодание, на более длительное, но всё равно я советую сначала напитать организм всеми питательными компонентами, это значит фукус, сок пророского пшеницы, спирулина, ну и, естественно, пророски, естественно, это правильное питание, разнообразное, и вот недельки две-три так попитаться, а потом можно уже переходить на голодание, очищение, уже второй виток будет этого комплексного очищения, сначала на соках, либо на воде, причём если на воде, кстати, ну тут тем более важно, ведь смотрите, свободные электроны, эритроциты, красные кровяные тельца клетки нашего организма, они питаются до 80% энергии от воздействия переноса свободных электронов, но в городах этого нет эффекта, а на природе, где вода течёт, водопады, есть, или поля, вот где открытые пространства, срек переносит вот это вот на грани поверхности воды, создаётся вот это натяжение, и электроны выходят, иногда отрываются, вот это поток свободных электронов, переносы, и эти приборы, которые я говорю по воде, они генерируют эти свободные электроны, это и есть ОВП, минусовая степень, то есть как раз минус 100, 200, 500 милливольт заряд, а у нас же вот в клетке минус 80, 100 милливольт, а пьём мы воду какую? Плюс 100, 200, 300, 400 из воды, из бутылок, из-под крана, это страшно вредно, потому что такая вода является свободным радикалом и разрушает другие клетки, потому что эти клетки, чтобы жить двухполярные, то есть у них баланс минусовой и плюсовой заряд, а если, так сказать, электрон оторван, то, соответственно, молекула старается оторвать электрон от другой молекулы или у другой клетки, может быть цепная реакция даже, и, соответственно, вот если ещё человек питается при этом неправильно, если ещё потребляет жареное мясо, а это вот как раз идёт температура, и железо – это катализаторы, ускорители реакции. Поэтому, когда люди жарят, например, мясо, образуются, во-первых, такие молекулы, как гетероциклические амины, нитрозоамины – это страшнейшие мутагены и свободные радикалы, и вот одна такая клетка до 30 клеток может разрушить съеденное вот этого мяса, жареного. Поэтому вот имейте это в виду, поэтому даже медики чуть-чуть что-то в этом понимают ещё хоть как-то. Те, кто говорит, а вот варёное, типа после операции, типа варёное, потому что меньше изол. Но опять-таки, что значит варёное, мёртвая пища? Ну ладно, это вы, наверное, все знаете, про это я говорить не буду. Это так, если бы были новички, но если кто-то смотрит новички и вообще ничего не понимает в этом, но вдруг, то тогда посмотрите мои вводные лекции, например, «Девять причин», «Болезни» и, соответственно, «Здоровье». Факторы влияющие на здоровье и болезни, то есть видовое питание, вот эти мои вводные лекции. Просто всё это глубоко поймёте. С трезвым подходом подходить к этому делу, то есть не через веру свою как бы отбросить свои пристрастия хотя бы на время, попытаться думать, не верить, а думать. И поэтому не оправдывать свои пороки пристрастии, лишь бы ничего не делать, лишь бы золотую волшебную пилюлю кто-нибудь дал, а образ жизни не хочу менять. Нет, так ничего не получится. Временно, да, может быть, бывает, но в целом кардинально это ничего не изменит. Только меняя мышление, меняя подход жизненный и привычки, заменяя на хорошие. Есть же хорошие привычки зубы чистить. Хорошая привычка? Хорошая. Ну вот, есть и другие привычки хорошие. Правильную пищу есть. Она тоже вкусная. Может, вы просто не знали, что она вкусная. Вам-то нравятся усилители? Ну, кому-то там соли, глутаматы, кому-то уж там неизвестно что. Ну вот, а когда очищаетесь, то вкусы ощущаете по-другому. Конечно, всё идёт с кишечника, ведь пища там всасывается. Ну, значит, вот основные проблемы надо там искать. Поэтому очищение организма, если проводить комплексно, как я говорил, начиная от ротовой полости до кишечника, ну, а это значит антипаразитарка, потом, значит, идут голодания очистители, а потом поморицу можно сделать. То есть, помните, одну систему проходите, три недели, где-то месяц или две недели, три, кто как, по состоянию, по самоуверенному чувству такому внутреннему впитаете организм, то есть дайте ему строительный материал, энергии, а потом можете на следующий уровень подниматься. Если есть какие-то специфические болезни, то тогда в методику встраивается, например, голодание при каких-то случаях отодвигается, человек может быть истощён, ещё что-то, ну, тут уже другой вопрос. Тогда методики есть лечение грибными препаратами и травами и другими компонентами, да, и методами. Практически любые болезни можно таким образом лечить. Всё вам самого лучшего, здоровья вам крепкого, вам и вашим близким. Всего хорошего, до свидания.